Фондовый рынок в августе вел себя просто великолепно. Просто никуда не двигался. Ни вверх, ни вниз. И это прекрасно. Почему это произошло и как на этом можно было заработать в этом видео. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу рассказать о том, как вел себя фондовый рынок в августе, в конце августа и почему он так себя вел. Но традиционно считалось, что в августе может быть упасть, может быть падение, начало падения кто-то предрекал. Но Америка показывала динамику роста. Соответственно, Трамп говорил, что фондовый рынок будет расти и он рос. Он бил все рекорды. Посмотрите, вот сейчас вы видите сайт Finviz. И здесь видно, что индекс S&P 500 по-прежнему устремляется вверх, несмотря на то, что меры по стимулированию экономики прекращаются вроде бы. Ожидается падение, но когда оно будет, я не знаю. Корпорации показывают неплохие результаты. Денег напечатано много, что позволило индексу S&P 500 восстановиться. Что с рублем? Давайте посмотрим, что с нефтью. Нефть вообще великолепно себя вела. Посмотрите, что происходит с нефтью. Вот она нефть у нас. Она в последнее время вообще не колышется. А от нефти у нас в России зависит все. Вот поэтому Россия, в общем-то сказать, и как бы не растет, не падает. Потому что, смотрите, нефть в узком диапазоне сейчас находится. Почему? Потому что, если нефть чуть-чуть поднимается выше, она вот уже выросла до того момента, когда комфортно всем, в общем-то. Чуть поднимается выше, в Америке моментально начинает расти количество буровых. Сланцевая нефть, добыча сланцевой нефти увеличивается, что, соответственно, понижает цены на нефть. С другой стороны, как бы нефтехранилища переполнены. И, в общем-то, спрос на нефть не такой большой. Он потихонечку восстанавливается, потому что экономика потихонечку от коронавируса начинает оживать. Не потому что коронавирус прекращается, а потому что просто все на него забили, грубо говоря. Вот. И поэтому, значит, есть два фактора. Восстанавливающая экономика, она вроде как, ну, растет потребление. Нефти, но при этом переполненные нефтехранилища, они немножечко, ну, так сказать, там, все это регулируется. Нефть не может расти, потому что тут же сланцевое, значит, будет понижать. Оно так и находится в узком диапазоне. Вот с нефтью что. И нефть, это вы знаете, что Россия, ну, во многом зависит от нефти. То есть экспорт у нас в основном сырьевой, и во многом это нефть. И, соответственно, доллары к нам поступают за счет нефти, за счет продажи нефти. Что у нас с металлами? Давайте посмотрим. Золото во время кризиса росло, и сейчас тоже золото начинает устаканиваться. Серебро аналогично. Серебро выросло резче, чем золото. Платина. Ну, платиной мы особенно не увлекаемся. Вот она, медь. Медь – это промышленный металл. И последнее время нефть подросла, это говорит о том, что промышленность восстанавливается, то есть начинает уже производство какое-то расти, потому что нефть – это промышленный металл. И палладий, он еще не так сильно вырос, поэтому есть потенциал для роста. А это значит, что, ну, ГМК Норникель, вероятно, вырастет. Вот что это значит. Значит, что по поводу валют, посмотрите, доллар, усилия Трампа по снижению доллара, они дали результат, доллар сейчас находится вблизи минимумов за последний, ну, как бы там, год, наверное. Вот, и что это значит? Ну, как бы вот рост курса S&P 500, он как раз объясняется ослаблением доллара во многом. Вот, собственно говоря, и все. Что с рублем? С рублем, в общем-то, ничего, рубль нейтральный. Вот он, индекс РТС. Посмотрите сюда. Индекс РТС последний, вот, август месяц, он находится в очень узком диапазоне. Он никуда не девался. Посмотрите, вот, с буквально вот, с 20 августа индекс РТС находится в очень узком диапазоне. Это очень-очень классная ситуация. Почему? Потому что это позволило, ну, скажем, мне съездить в отпуск без особых усилий. Посмотрите сюда. Вот он, индекс РТС. У меня опционная стратегия, вы знаете, на индекс РТС. Она была как раз построена на том, что вот вокруг 127 500 будет все колебаться. И прежде чем уехать, значит, там, ну, были какие-то моменты, когда мы были, ну, не так близко к интернету. Поэтому я взял перед отъездом, ну, у меня были открыты позиции, значит, проданные по 127 500. И я поставил вот здесь, вот, вы видите, стоп-лимит. И здесь тоже стоял стоп-лимит на покупку. То есть, если резко будет падение, то у меня продались бы два фьючерса на РТС. И если был бы резкий рост, у меня купились бы два фьючерса на РТС. Эту стоп-заявку я снял. Посмотрите, что у меня сейчас с опционной стратегией. Вот она, горочка. Вот она, 127 500. То есть, сегодня, сегодня истекает срок действия опционов. То есть, экспирация сегодня произойдет. И если ничего не изменится, а вроде как полная спячка, то, в общем, ко мне на счет добавится еще больше 10 тысяч рублей к 7 часам вечера. Вот, ну, а при этом уже добавилось там, ну, в районе там, не знаю сколько, там 6 тысяч уже добавилось. То есть, великолепная штука. Я сегодня закрыл все, что мог. И вот, видите, какая у меня сейчас опционная стратегия. То есть, ничего не колышется. У меня даже хвосты не защищены. То есть, потому что я не жду резких каких-то движений. Ну, конечно, я буду, так сказать, посматривать. В отпуск мы уже съездили. Вот, поэтому ничего не происходит, собственно говоря. Ну, а по поводу нефти. Я даже не смотрел, честно говоря, пока. Ну, вот я выставил пока, так сказать, заявочки на нефти. Ну, пока они еще не сработали. Об этом я, наверное, расскажу позже. Вот такая ситуация. Смотрите, великолепная штука. Когда ничего не происходит, можно просто продать на центральном страйке опционы, кол и пут, и на этом очень даже неплохо заработать. Ну, итоги подведу, но, в общем-то, на срочном рынке похоже, что у меня вот за прошедшую неделю там плюс 10% будет. Это очень неплохой результат. Вот. Ну, а о том, как заработать, я рассказывал на своем курсе по опционам. О том, как их строить, эти стратегии, это достаточно сложная штука. Поэтому, ну, это надо уметь, это нужен опыт и надо учиться. Об этом я рассказываю на курсе по опционам и курс биржи для чайников. Если вы еще, ну, не начали инвестировать, то самое время начать, потому что, ну, это очень интересно, во-первых. А, во-вторых, ну, с банками уже не заработаешь, уже, в общем-то, депозиты не дают своей доходности. И надо как раз инвестировать на фондовый рынок. О том, как это делать, я рассказываю на курсе биржи для чайников. Вот. Что еще я хочу сказать? Скоро я, наверное, расскажу о том, как начал инвестировать мой сын. Он заработал этим летом небольшие деньги какие-то. Ну, и я ему посоветовал инвестировать в акции в районе 10 тысяч. И он уже заработал там что-то в районе 14 процентов за, ну, буквально там за месяц-полтора. В какие акции он инвестировал эти деньги? Всего-то 10 тысяч рублей, но, тем не менее, получилось заработать. 10 тысяч рублей инвестиций всего. Вот такая история. Поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас лайк. Будет много интересного. До встречи. С вами был Демятков Юрий.